Почему в МГПУ интересно не только учиться? Обо всем, кроме учебы, расскажет руководитель управления коммуникацией и молодежной политики Сулака Сава. А я вам расскажу про студенческую жизнь в университете. Вообще, если задуматься, зачем поступать в университет. Вы задумывались об этом? На мой взгляд, есть одна самая веская причина. Прямо самая веская причина поступать в университет. Чтобы получить актуальное образование, овладеть очень важной профессией. И затем получать хорошую зарплату, чтобы заботиться о себе, своей семье и своих родителях. Согласны? Вот прям супер мотив. Но, когда вы поступаете в университет, помимо учебы, вы начинаете заниматься еще огромным количеством дел. И вот эти огромные количества дел называют студенческой жизнью. А самое главное, вы этого не планировали, вы это не закладывали, не прогнозировали. Вы начинаете знакомиться с другими ребятами, однокурсниками. Вы раз и уже влюбились на второй месяц. Потом вас позвали в КВН, а давай поедем в школу актива. И вот вы уже руководите какой-то студенческой организацией. Вот это все студенческое. Вы этого не планировали, вы хотите стать юристом, педагогом, социологом. Но получается, что возникает некая жизнь, которая как будто бы сильнее вас. И она вас втягивает, и вы с удовольствием в ней участвуете. Об этом я и расскажу вам несколько слов. Тем более, вы уже поварились на втором этаже. Как вам, нормально там было? Поиграли. Поаплодируйте, кто что-то выиграл вообще. Жиденько. Но у нас студенты такие. Мы им сказали, 30% разыгрываете, 70% обратно возвращаем на склад. Нет, шучу, конечно, все разыграют. Вы можете потом выйти еще поиграть. Поехали. Ну, о чем я хочу рассказать. У нас в университете есть система, которая называется студенческие организации. В 2023 году в общем количестве было 80 студенческих организаций. То есть это, другими словами, такие студенческие клубы, которые занимаются самыми разными делами. От спортивных до научных, от клубов по интересам до КВНа, ивент организации, медиа, педагогические отряды, вожатые, волонтеры и так далее. Вы их видели. Вот то, что сейчас выставлено там, на втором этаже, это процентов 10-15 того, что вообще есть по студорганизациям. Сейчас суббота, сессия, каникулы. Не все ребята смогли, но те, кто смогли, они вам подарили этот праздник. И, кстати, давайте мы поаплодируем, потому что они большие-большие молодцы сегодня. В этих организациях состоит более 2000 человек. То есть более 2000 студентов состоят в зарегистрированных университетах студенческих организациях. Что это дает студорганизациям студентам? Таким студентам университет совершенно спокойно предоставляет помещение, оборудование для мероприятий и своих проектов. Мы им помогаем с консалтингом, подсказываем, как лучше сделать тот или иной проект. Ну и, конечно, поддерживаем информационно. Помимо этого, университет обеспечивает такие клубы сувенирной продукцией, мерчом, одеждой с логотипом университета. Вот вы видели, да, блокнотики, значки. Это самое такое простенькое… Ну, не потому что мы это вам раздаем. Просто потому что есть еще более что-то такое, да, престижное. Раньше надо поступить в университет, конечно, отработать и получить бомбер там с логотипом, например. Медиацентр бесплатно для студентов. Вся канцелярка, которая нужна, заказывают, приезжают, получают, делают свои проекты. А также транспорт университета, типография и специальное обучение. Ну, то есть все это бесплатно для студенческих организаций, чтобы проекты были не на ватмане и на стену повесили, да, а чтобы было прилично, классно и, главное, полезно для самих ребят. Ну, вот направление работы, я не буду на этом задерживаться. Вы видели стену разноцветную, видели, да, у входа в зал? Вот там, ну, кто видел? Такие. Кто-то не видел такой? Я иду на пленар, я иду на пленар, я ничего не вижу. Значит, там стена с прямоугольничками, там название студии организации. Они все разные. Посмотрите, какие есть. На каждой бумажке есть QR-код, можно перейти на страницы от студенческой организации. Вот, да, это спасатели, мы можем уходить, вам нельзя. Так, едем дальше. Ну, понятно, волонтерство. Кто в школе волонтерил? Поаплодируйте. Кто в школе считал, что пусть они сами волонтерят без меня? Зачем вы хлопаете одни и те же люди, пожалуйста? Вам надоело просто так слушать, да? Значит, есть волонтерский центр МГПУ. У нас ежегодно волонтерят более трех тысяч студентов хотя бы один раз в учебном году. Хотя бы один раз. Волонтерство может быть самое-самое разное. Это не они. Это не те три тысячи, это другие люди. А самое разное, событийное, социальное, патриотическое, донорство. Есть ежегодные дни донора. Ребята задают кровь на территорию университета, сами ездят в центры переливания крови. Есть студенческая организация донора МГПУ. В общем, все отлично. Я вижу, что вы уходите. Удачи. Но приемная комиссия еще закрыта. Кураторы. У каждого первокурсника есть куратор из числа студентов второго и старших курсов. То есть есть академическая группа первокурсников. Вы поступили, наверное, на какой-то поток. Ну, например, на кого? На учителя английского языка. У вас там есть, наверное, две группы. В каждой группе будет куратор из числа студентов второго и старших курсов. Вы видели, ребят, таких васильковых бомберок с буквой К? Видели? К. Буква К. Звук К. Я в курсе. Не переживайте. Вот они. 150 человек. Ежегодный университет готовит 150 кураторов, которые адаптируют первокурсников. Приобщают к культуре университета. Рассказывают, как здесь вообще дела делаются. Ну и, собственно, делают вас частью университета. У нас много институтов разбросан по всей Москве. Нам важно, чтобы первокурсник, который поступил и я в этом корпусе, был приобщен к университету, но в той же мере, как и первокурсник, который поступит в институт цифрового образования. А он находится далековато отсюда. Ну, по Москве не очень далеко. Нормально. Не пешком, но на самокате, как говорят у нас в институте цифрового образования. Там у всех самокаты есть поступать. Но за свой счет, конечно. Это кураторы. Есть единая медийная площадка в рамках молодежной политики. Это канал КЛТМС ВКонтакте. Вы видели тоже эти буквы. Там была пандемия. Помните COVID-19 такая история? 20-й год. Все сидели дома в самоизоляции. Нельзя было выходить. В университет никто не ездил. Мы подумали, как нам вообще заниматься студенческой жизнью. Создали канал в соцсети, который уже нельзя сейчас называть публично без оговорок. Потом он переехал ВКонтакте. И, в общем, вся внеучебка перешла в этот онлайн формат. Затем все вышли из самоизоляции. Про COVID уже все. Нет COVID. Но при этом этот канал живет, сообщество живет. И все студенческие организации, они существуют под колпаком, таким большим вот этого бренда КЛТМС. Мы реализуем 13 образовательных программ в рамках молодежной политики, внеучебной деятельности, в рамках которого готовятся кураторы, волонтеры, будущие КВНщики, топ-менеджеры студенческих организаций. Все это готовится летом и осенью. Ну а затем уже все обученные реализуют свою деятельность зимой и весной. То есть мы как бы не просто говорим, ребят, давайте что-то делать. А мы стараемся вас еще обучить, научить, натренировать вот эти soft skills, так называемые, чтобы вам было потом и по профессии удобнее и лучше работать. Ну, наша сборная КВН. Вы видели большую зону КВН, самая скромная там на ЭКС по студенческой организации. Скромненький баннер у них. Там ребята совсем такие вот, почти забитые, можно сказать. А два года подряд наша сборная МГПУ выступала в премьер-лиге. Премьер-лига это, ну, вторая по значимости лига в КВН российском. Да, выше нее только высшая лига, как это банально звучит. В этом году мы открыли студенческий каворкинг. Это двухэтажное здание на пять локаций, где нет никакой учебы. Вы туда просто можете приезжать и делать, что хотите. Ну, в рамках закона и каких-то нормаморали. То есть там есть конференц-зал, переговорная, кухня. Вы можете делать проекты, обсуждать, штурмить, устраивать какие-то вечера. А единственное, это все такое место тихой вне учебки, потому что с третьего этажа живут уже люди. Очень много людей. Ну и, конечно, в нашем университете много масштабных мероприятий, которые вы, наверное, видели в наших каналах, когда листали ленты, читали про нас. Это и конкурс для первокурсников и других студентов «Талант», это и фестиваль «Дружба». Конечно же, мистер МГПУ, куда же уйти от этих школ? Кто участвовал в школе, поаплодируйте. Слава Богу. Значит, танцевальный фестиваль межвузовский «Шейки ТОВ». Более 10 вузов ежегодно участвуют на этой сцене, и проходит фестиваль, либо на сцене другого института. Ежегодно, где-то осенью, мы собираем 5-7 тысяч студентов университета в ВК-стадиум, чтобы посвятить первокурсников и хорошо все вместе провести время. За последние 4 года хедлайнерами этой вечеринки Red Brick, которые называются, были Ayova, Fiduk, Cream Soda. В ноябре этого года, 23-го года, были Goias Brothers. В общем, такое большое, крупное посвящение для первокурсников, чтобы вы понимали, насколько мы рады вас видеть, и что университет в целом готов делать для вас все, что вы сами придумать для себя не можете. В общем, друзья, подписывайтесь на КЛТМС, если вы хотите следить за внеучебкой, молодежкой и студенческой жизнью, и уже в январе влиться в нее. Ну а в целом всех вас обнимаю сейчас словом со сцены. Спасибо, что вы здесь. Увидимся в Московском городском. До свидания.